Viewer discretion is advised. Ролик создан при поддержке магазина рандомных ключей для Steam и Origin FastCase.net Может быть тебе пёрнуть вначале, чтобы все поняли, что это мужские байки? Может и тебе пёпну вначале, чтобы все поняли, что это мужские байки, блядь! Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский, это проект Байки, и сегодня я подобрал для вас такую необычную коллекцию, из чисто мужских байок, как мне кажется. То есть женщины там, конечно, иногда присутствуют, но байки чисто мужские. И здесь вам и ебля, и армия, и геи. Ну, геи тоже чисто мужская хуйня, как вы понимаете. В общем, сегодня посидим с вами по-мужски. Поэтому я при параде, и, собственно говоря, нас ничто не задерживает. Приступаем! В одной из своих прошлых байок я упомянул о том, что я в какой-то определенный момент прыгал с крыши. Многие в комментариях стали писать, что, дескать, я долбоёк, потому что я это делал, и так делать было нельзя. И поэтому я и вынужден сознаться, друзья. Это был не единственный раз, когда я прыгал с высоты, с которой не стоило, наверное, прыгать. Ещё я как-то прыгал со второго этажа. Было это так. Один наш кореш, которого звали Дохлый, не потому что он был дохлым, потому что он был как раз здоровым, как-то позвал нас с корешем в гости к своей тёлке. Непонятно зачем, но просто ему было скучно, мы были под рукой. А раньше были такие времена, знаете, когда особо интернета не было, и нечем было себя занять, никаких контактов, хуяктов. Поэтому люди просто ходили куда-то, или проводили время похожим образом. Мы пошли, и стоило, наверное, сразу уйти, потому что нам там были не рады. Женщина категорически была против, но Дохлый настоял на своём. Типа, я же сказал, это мои кореша. Что там? Мы зашли, посидели, сели на кухню, а они пошли через какое-то время ебаться. Нам, естественно, стало скучно. Был нечем заняться, стали смотреть телевизор. А тогда у отца этой тёлки была одна из немногих спутниковых тарелок с кучей каналов. Знаете, сейчас, конечно, спутниковая тарелка нахуй никому не нужна. Но вот раньше, типа, спутниковая тарелка открывала перед вами кучу каких-то горизонтов. И, естественно, мы с другом сразу же начали искать порнуху. Потому что в те времена, когда не так просто было посмотреть порнуху, если хотелось, приходилось там меняться с кем-то диском. Потому что дома не выкачаешь много порнухи-то при диалапе. Только картинки можно смотреть. И мы сидим-сидим, взяли себе по пиву из холодильника. И в какой-то момент открывается дверь. Ну, мы слышим, что открывается дверь. И тут у меня в голове всплывают все факты, которые я вообще слышал об этой девушке. И то, что я заметил, что у них ружьё висит. Как раз тогда и следовало передумать. Дома, знаете, ружья хранятся всё-таки в каком-нибудь сейфе или где-то. Если у человека ружьё висит на самом видном месте, это значит, что ему оттуда проще его доставать. И по-моему, я вспоминаю, что отец у него работает судебным приставом. Одним из людей, которые вряд ли понимают шутки, юмор. И я смотрю, у меня друг уже тоже сообразил, что сейчас суровый отец вернулся домой пораньше. И в одной комнате ебут его дочь. А в другой комнате два человека смотрят порнуху. Видимо, разогреваются для того, чтобы отправиться следующими. И при этом пьют его пиво. Мы так взвесили три раза свои шансы. И решили бежать при помощи балкона. Мы выбрались на балкон. Опять-таки, была зима. Зимой прыгать не страшно. Я стал обсуждать. Может быть, мы всё-таки попробуем объяснить, что мы... Но друг у меня уже прыгнул. Мне не оставалось никакого выбора. И я тоже сиганул с балкона. Естественно, нашему дохлому другу после этого неплохо влетел. Ну, а мы практически вышли сухими из воды. Ещё попили пиво на халяву и посмотрели порнушку. И нас спасла тогда только быстрота. Ну и, естественно, везение. Быстрота и везение в какой-то мере были когда-то в Майнкреде. Жаль, что не сейчас. Но если вы считаете, что везение вам сопутствует, и к тому же вы быстрый, чёткий, дерзкий и ровный, я могу порекомендовать вам магазин рандомных ключей для Steam и Origin fastcase.net. Там вы можете приобрести какой-нибудь случайный ключ по самой низкой цене. И вам может выпустить там любая из кучи игр. И премиумных игр. Есть игры получше, есть игры похуже. Но, в общем, никто не уйдёт без подарка, никто не уйдёт обделённым, никто не уйдёт недовольным. Fastcase.net. Ну, а мы переходим к следующей байке. Один мой коридж недавно вернулся из армии. И буквально на первых неделях обучения он узнал, что он может отжаться в 212 раз за ночь. Получилось это так. Так, в армии очень много внимания удивляют уставу. То есть, заучиванию именно конкретных фраз, как конкретных действий. Потому что, ну, солдат, грубо говоря, не должен думать. Солдат должен подчиняться. И поэтому и заставляют людей, зомбируют этими всякими уставами, подчинениями. И если кто-то не знает устава, то за это ебут в первую очередь того, кто над ним крышуется, грубо говоря, там старшие офицеры, там над ними всякие еще старшие. Если приходит какой-нибудь генерал и спрашивает какого-нибудь новичка там какую-нибудь статью из устава, и новичок не знает дух, скажем так, то ебут всех там, начиная с какого-нибудь майора, и ниже, и ниже, и ниже. Поэтому устав там очень любят. И мой друг сделал ошибку, когда его спросили то ли 212-ю, то ли какую-то такую статью. 212-ю, по-моему, как раз статью устава. И приговорили, естественно, ну сразу же создается такое наказание в голове, да, сделать 212 отжиманий. Зану. Что он сделал? Естественно, по-моему, все болело, он охуелся, учил этот устав. И где-то через неделю он попался на статье 30-й, ну какой-то из таких небольших. И его приговорили опять сделать 200 отжиманий, после чего он сказал, слушайте, ну это ебатория какая-то, или я, типа, в прошлый раз у нас вот там кто-то ошибся в 150-е, он делал 150, я ошибся в 212-е, делал 212. Теперь я ошибся в 30-е, мне что, делать 200? И в результате он отжимался 400 раз за ночь. Мораль этой байки такова, друзья, в армии самые умные отжимаются 2 раза. Ну и раз уж у нас чисто мужские байки, то можно поговорить о тех мужчинах, которые, ну, по моему мнению, не совсем похожи на мужчин. И в первую очередь вспоминается Руслан Усачев, человека, который упоминается при слове «гей» ещё с первого выпуска «Золотого дождя», который вышел на «Спасибо Еве» в источнике. Почему-то, собственно говоря, я постоянно его подкалываю, называю его геем, людям недостаточно для этого его видео, его внешнего вида, его вкусов. Они спрашивают, что же такого гейского? Я просто, я не говорю, что Руслан Усачев-Порисов жопу с мужиками, кто его знает, я даже не интересовался. Я говорю о том, что существует определённый тип поведения, которое, ну иначе как гейским или гомосятиной просто не назовёшь. Хочу привести пример. Как-то раз мы отправились в пактум. Я, Мэдисон, пока я был в Москве, Вова Золотой, Ксюша Зануда, всем было весело. Туда же присоединился Руслан Усачев, и все заказывают. Все взяли себе пиво, всяких закусочек. Это паб, всем интересно, все беседуют. Руслан Усачев не берёт себе пиво, он заказывает себе клубничное мороженое. И он сидит, начинает есть эти шарики и облизывать ложку. Вот так просто. В пабе есть клубничное, блять, мороженое. Я не говорю, что это единственный случай. Таких случаев, блять, тысячи. То есть, там, походу, в заведение с свитер с оленями, где официанты похожи на, и бармены на Ивана Дорновсе, как один, с вот такими бабочками. Это ли не голубизна? Просто вдумайтесь, когда у нас появился магазин, который продавал всякие фигурки, сделанные, ну, как сказать, не игровые, но просто модели из комиксов, из компьютерных игр, из фильмов. Ну, если кто-то не понимает, о чём я говорю, у Мэдисона на столе можно увидеть чувака из зловещих мертвецов с белой вместо руки. То есть, вы можете, даже если там есть даже этот чувак, вы можете заказать себе любую фигурку. То есть, там, Железного Человека, Супермена, Бэтмена, я не скажу адрес, они не заплатили за рекламу, не ждите. Железного Человека, Бэтмена, и Руслан Усачев мог выбрать любого из, любой символ, как-то сказать, супергеройства или это, но он купил себе фигурку капитана Джека Воробья. Блять, друзья, я всё понимаю, но если человек из всех, вообще всей супергеройства, и братьев, в кино, в мультиках, и, блять, где только можно отождествлять себя с капитаном Джеком Воробьём, чуваком, который подводит себе глаза и проводит большую часть своего времени с кучей мужиков в закрытом помещении, то нехуй, собственно говоря, обижаться. Гей, ведёшь себя по-гейски. Такие дела. Ну и раз уж зашла тема голубизни, я хочу рассказать вам, как один раз я всё-таки был в гей-клубе. Ха-ха-ха. На самом деле меня затащил туда кореш. Ну, знаете, это стандартная отмаза. На самом деле я был там один, прихожу туда пососать члены, но в рамках данной байки меня затащил туда кореш, который, ну, на самом деле история складывалась весьма грустно. Нас вышвырнули из одних, одного из престижных клубов с Думской, ну, как сказать, престижных, относительно престижных, то ли из Панчи, то ли откуда-то. И время было такое бурное, нас не пустили никуда на Думской, мы были уже относительно пьяными. И там рядом, кто знает, вот с Думской есть поворотик, находится центральная станция. Центральная станция это такая, самая, наверное, большая и активная гей, как это сказать, Клоака Санкт-Петербурга. И находится она недалеко на Думской, поэтому, если туда и ходят геи, то только те геи, которых частенько можно увидеть на Думской, а я там видал достаточно пидорасов. В общем, клуб пользовался популярностью, нас туда пустили, потому что, видимо, подвыпившие натуралы в гей-клубе это желанная мишень. И, вы знаете, натуралы в гей-клубе очень легко узнать, они всегда стоят кучками, показывают пальцами и хихикают, типа... Посмотри! Ну, друг нас в любом случае стащил туда, сказал, а как вы можете быть на 100% уверены, что там не весело, если вы даже не сходили туда ни разу. Вдруг там реально клёвая тусовка, нет тёлок, никто не мешает. Я говорю, ну, там есть тёлки, но те, которые тебе точно не понравятся. Ну, не суть там. В общем, нельзя быть на 100% уверенным, пока мы это не попробовали. Я говорю, братан, Может, ты тогда и в жопу дашь кому-нибудь в этом клубе? Как ты можешь быть на 100% уверенным, что тебе это не понравится? И как и в гей-клуб, главное делать это с хорошими друзьями, поэтому пойдём. В общем, затащил он нас в гей-клуб, мы разделились сразу же для того, чтобы... Один из моих друзей побежал к красивым ногам, которые танцевали на барной стойке, но тут же отпрянул, потому что это оказался мужчина с выбритыми ногами и выбритым телом, который... Вы знаете, это было задолго до Кончиты Вурст, но когда тогда мой друг увидел нечто похожее на бородатую женщину, он запаниковал. То есть теперь-то да, бородатой женщиной никого не удивишь, но в те времена и рванул назад. Другой мой друг напился до того, что он, знаете, когда он напьётся... Это, кстати, тот самый чувак, который запердолил в чужих байках тёлки, которая на балконе его окликнула. Он постоянно начинает заниматься каким-то бредом, типа рассказывать про сюжет книги, которую он пишет, или пытаться практиковать разговорный английский. И он мудрился найти там каких-то чуваков, иностранцев, и стал практиковать с ними разговорный английский. Ему прямо нравилось это до того момента, как он не понял, что они пытаются его выебать. И причём очень основательно, не хотели отпускать, он как вырвался. Я же, как заядлый алкоголик, первым делом отправился к бару. Отправился к бару, говорю, какое у вас самое дешёвое пиво? Мне говорят, типа, Тубарк, 150. Я думаю, нихуя себе 150. На Думской обычно там сотка, но и тогда ещё дешевле было, по-моему, меньше сотки. 90 или 80, думаю, ну вы, блядь. И пидарня реально, давайте-ка. И мне приносят 0.33. Мне продали тогда за 150 рублей 0.33. Пидарня, не то что геи, пидарасы. Самые настоящие, жадные пидарасы. В итоге какой-то чувак предложил мне, чтобы он меня угостил, я отказался. И когда я рассказывал всю эту историю моей хорошей знакомой лесбиянке, она сказала, тебе повезло, что ты отказался, потому что в гейской культуре не существует такого понятия, как динамо. То есть, если вас угостили чем-то или угощали коктейлями, то вам придётся отсосать, друзья, у вас не получится. Это только тёлки умеют так выпархивать, и знаете, типа, ой, я не при делах, ты меня просто угостил. Нет, с пидарами такая хуйня не прокатывает. И знаете, хоть в чём-то они всё-таки рациональнее, чем мы. Ну и вернёмся к армейской теме. Недавно из армии вернулся один мой друг, который был без ума от танков. Именно World of Tanks. Он постоянно ебашил в них. Знаете, вот такие ужасные люди, которые включают какую-то компьютерную игру на списках, на тусовках и начинают играть. Пока, ну, то есть, как бы они не занимают компьютер, но просто есть что-то свободное, типа, ну, они так потихонечку ставят на установку что-то в начале вечера и начинают там, в общем, ужасно любил танки. И в армии ему отбили любовь от танков. Но не то, что отбили, знаете, как грубыми физическими способами, типа, отбили тем, что оказалось, что он весьма неплохо играл в танки и проболтался об этом при одном из дедов, который сообразил, что, типа, нихуя себе, неплохо качал, и заставил его качать свои танки. И вы не поверите, друзья, я потратил много часов, пытаясь доказать своему другу, что танки это говно однообразное, хуями склёпанное говно для быдла и дебилов. Но в армии все очень любят танки. Практически весь состав дедов, которые там оказались большими любителями танков, это должно навести вас на мысли, друзья, именно это. И оказалось, что они все не против открыть какую-нибудь новую ветку, на которую у них нет времени для того, чтобы докачаться до тяжёлых танков, которые там есть. И мой друг сидел и ночами... Вы же не думали, что это происходит днём, вместо пробежки и физподготовки? Нет. Это всё-таки, блядь, вам дедовщина, а не трудовой лагерь... Летний лагерь от варгейминга, блядь. Там всё серьёзно. Он сидел ночами, прокачивал ветки для всего состава старослужащих до того, как не стал там, ну, полгода не отслужил и не перешёл из учебки. Теперь к танкам. Даже, блядь, не прикасается. Просто ни при какую забросил всё, аккаунт отдал другу и счастлив. Поэтому, если вы собрались поставить дизлайк и написать, «Нет, танки — это не говно, это очень интересно, люблю ездить на танках, блядь, стрелять, отличная игра, вы, сука, отслужите сначала, пидорасы ебливые». Последняя на сегодня байка, ну, как сказать, байка — это не история в полноценном смысле, это скорее мои наблюдения. Как вы можете заметить, я живу в коммунальной квартире, в моей квартире, которую я себе приобрёл, заработав денег на финансовых пирамидах. У меня до сих пор идёт ремонт, поэтому я и сейчас живу здесь. И за это время у меня сменилось очень много соседей. То есть, эта комната принадлежит мне, а вот соседи, некоторые, не живут и сдают комнату. Поэтому я перевидал очень много людей. И если я чему-то и научился здесь, так это... Ну, ладно, я сделаю вывод после того, как расскажу вам. Одно время в комнате, где у нас чаще всего сменяются жильцы, у нас жили тяжёлые героиновые наркоманы. Ну, то есть, по ним не было видно, что они героиновые наркоманы. Там был какой-то старый высохший мужик, сидевший, у которого были исколотые вены, он там жутковатый. А когда был случай, что кто-то изнасиловал 15-летнего мальчика, он прибежал ко мне и говорит, «Давай биту тебе, пойду искать». И он ходил с безумными глазами просто... Он даже не знал, кто убийца. И понятно, что не поймать насильника. Просто произошёл такой случай в районе, я это его переполошил, но он был таким тяжёлым наркоманом, что ходил с бейсбольной битой. Но я вам скажу, лучшего соседа в плане каких-то соседских вещей, чем этот чувак, у меня не было. То есть, он всегда, когда что-то готовил, всегда приносил на тарелки, ничего ни разу не спиздил, хотя все мои соседи, постоянные жильцы, они сразу, «Прячьте вилки, прячьте ложки, наркоман живёт, всех нас обнесёт, всё, ничего не спиздил». Но единственное, одолжил у меня сумку и так и не вернул одну, пустую, старую. Но мне всё равно жалко её, потому что, как вы понимаете, я очень жадный, иначе бы я не заработал на квартиру. Так вот, никогда не видел более такого доброго соседа, чем он. Даже если там меня не было, или я не отвечал, там что-то писал всё время, на тарелочке, там, яичинка какая-то, ставил около двери, там просто стучался, там, если кушай, кушай, типа, там, подкрепляйся, там, ты же студент, я тогда ещё, студент, тебе там учиться надо. И, в общем, отличный был сосед, в какой-то момент его там спалили, то ли с наркотиками, то ли с чем-то, то ли он жену побил и вызвали милицию, его у нас выселили. После него заселились кадеты. Я вам хочу сказать, друзья, если у меня есть какое-то условие, как-то сказать, комфорта, так это, чтобы вокруг меня не было, блядь, кадетов. Кадеты были самые отвратительные соседи за всю историю этой коммунальной квартиры. Хуже, чем алкоголики, наркоманы, бандиты, зэки. Не было никого хуже. Постоянно брали без спроса что-то со своими казарменными понятиями. Постоянно пользовались чужими вилками-ложками. Сука, варили на всю свою компанию, жили, блядь, просто все. То есть официально там жили два человека, но, блядь, устроили просто казарму нахуй. Своих, не знаю, в жопу они там ебались или чем занимались, постоянно шумели. Постоянно, блядь, вот, когда готовили, хоть бы раз, сука, угостили. Никто не предложил, не поставил все на себя, все мерзко. Когда они съезжали, был самый лучший день, блядь, в истории квартиросъема здесь. Поэтому, друзья, не судите о книге по обложке. И уж, если вы выбираете соседа или попутчик, поверьте, наркоман намного лучше, чем, нахуй, военный, чем кадет. Просто с наркоманами интересно иногда поговорить. То есть бывают, конечно, конченые, но, блядь, если вам говорят, куда идти, в клуб метро или, блядь, в клуб тоннель, который уже андерграунд, по-моему, много лет. Господи, какой же я старый. Федор, когда переименовали тоннель? Хуй его знает. Да, именно. Хуй его знает, когда. Вот как давно это было. Лучше выбирайте, блядь, андерграунд, потому что, ну, серьезно, вот места, куда пускают кадетов, то есть людей, которые переоделись по-быстрому из формы в штатское, нормальным людям там делать нечего. Это просто, блядь, дыра. Ну вот и все, друзья. Подошли к концу. Чистые мужские байки, поэтому ставь палец вверх, если ты чистый мужик, да? Кстати, Мизулиной не понравился сериал «Физрук», и она об этом заявила. Ничего удивительного. Старая ведьма не понимает никакого юмора. С вами был Юрий Хованский. Можете подписаться на канал. Байки и дальше будут выходить на канале Russian Stand Up. Ну и что тут добавить? Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok